Большинство из нас в детстве любило слушать страшные истории. Став уже взрослыми, мы не потеряли интереса к жанру ужасов, будь то в литературе или кинематографе. И вот в начале года вышел свет сборник «Страшные истории Якутии» Дмитрия Михайлова. Тираж книги разошелся мгновенно. Мы с Виталием, к сожалению, не успели купить эту книгу, но мы решили поступить хитрее и пригласили Дмитрия к себе в гости. Дмитрий, доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. И традиционно мы, конечно же, в первую очередь дарим вам наш браслет. Это не браслет, это лотерейный билет, по которому 1 апреля можно выиграть ценные призы, в том числе баню и сруб дома. Участвуйте в нашем проекте. Итак, Дмитрий, как возникла идея сборника «Страшные истории Якутии»? Ну, вообще, все началось с того, что я начал вести блог, я начал делать видеозаписи со страшилками. Мне просто показалось, что это интересный контент. Я как-то не отношусь к этому слишком близко, к сердцу. Просто интересуют такие истории. Я их коллекционирую, собираю их, делюсь ими с читателями. И этой зимой у меня возникла идея создать печатный сборник. И тираж какой был интересный? Что разошелся мгновенно? Тираж у меня составил 300 экземпляров, потому что печатал их за свой счет. Но он разошелся действительно быстро, за счет того, что у меня были подписчики, знакомые и так далее. И плюс еще сейчас люди просят, чтобы я сделал уже дополнительный тираж, поэтому второй выпуск первого моего сборника, он обязательно осуществится в ближайшее время. А можете поподробнее рассказать вообще о книге? Да, какие истории вошли, сколько их было? Книг у меня... в книге истории у меня порядка 40. Это раз. Там вошли истории городские и истории вот именно села, потому что они очень сильно, оказывается, различаются по своему содержанию. То есть городские, они связаны с какими-то местами, личностями, какими-то легендами, а, допустим, сельские истории, они имеют чаще, этот, большую связь с фольклором. А на русском языке или на якутском у вас слышите? На русском языке. Ага. А откуда вы вот собираете вот эти вот истории? Сами придумываете или... Ну, нет, начал я собирать истории в интернете, но потом появилось очень много источников, потому что мне читатели отправляют свои истории или же мне рассказывают их, я записываю. К сожалению, большинство людей, которые свои истории отправляют, они просят публиковать их анонимно, говорят, чтобы имя их не обязательно было публиковать. Но есть, значит, и авторские, да? Кто вам пересказал эту историю? Да, у меня в сборнике, получается, авторских примерно половина историй. Ага. И второй-то в сборнике, когда вот можем увидеть, когда можно купить? На самом деле я планирую один или два сборника я еще не решил. То есть точно такой же сборник, как первый я хочу сделать. И хочу сделать сборник под названием «Легенды старого города». То есть посвященный городу Якутску, его легендам, сказаниям, именно вот прямо с расположениями зданий, с расположениями там древних захоронений и так далее. Это будет прекрасным подарком ко дню города, кстати. Вы, значит, не остановились после первого сборника, вы продолжали собирать истории и группировать их как-то? Да, именно. Второй сборник, он у меня уже частично готов. Я сейчас просто нахожусь в состоянии добирания историй, ну, чтобы как можно больше он был максимально разнообразен. Дорогие телезрители, у вас есть шанс свою историю передать в сборник? Да, если у вас есть какая-то история жуткая, то можно связаться через нас с Дмитрием и рассказать ему историю. Ну и Дмитрий, самая страшная история, которая вошла в этот сборник, которая вас, может быть, испугала. Давайте мы утром, не страшно так, наверное, да? Сейчас расскажу очень быстро и кратко. Эта история была моей первой видеозарисовкой, и она еще является номер один в моем сборнике. То есть она сразу в начале идет. Это история про призрак пожилой женщины в одном из районов республики, в охотничьем домике возле реки. Она появлялась перед разными людьми, было много очевидцев. Она появлялась в подвале. Оказалось, что раньше там жила семья, в которой была эта пожилая женщина, которая сошла с ума. И она вот на протяжении многих лет являлась людям. Говорят, что этот дом, он стоит до сих пор, но этот погреб там полностью закопан, чтобы она больше никому не показывалась. Эта история реальная. Просто подробно я об этом рассказать не могу. Как бы эфирное время не позволяет. Но она действительно очень страшная. Подробнее можно узнать как раз-таки в книге, думаю. Прочитав книгу, да. А все-таки ваше мнение, самая страшная история, это вот якутский или вот японский, например, звонок, проклятие? Я думаю, что вы любитель как раз-таки этого жанра. И вы читали не только вот якутские страшилки истории. Да, мне понравились, допустим, японские истории тоже очень интересные. И интересны еще китайские истории. Вот можно даже вспомнить про наших гостей студии, которые только что были. Они наверняка тоже, наверное, знают. Успели их спрашивать? Вообще, самые интересные истории, это истории, связанные с фольклором. Они наиболее интересны, поскольку современный городской жанр, он примерно похож в разных странах. Они оказываются совершенно, ну, практически идентичны. Но именно истории, связанные с фольклором, они несут свой вот национальный колорит, свой вот интересный. Тем более они более ценные. Да. Что ж, огромное спасибо, Дмитрий, за участие в нашей утренней программе. Вы нас заинтриговали. И теперь я буду с нетерпением ждать вашего второго сборника, чтобы купить, наконец, и каждую пятницу вечерами перед сном читать вот эти страшные истории. Супер же, да? Я только утром буду читать.